я не решил сменить я взял свою из 26 75 год состоянии ружья отличная вот вот этот маленько стерся здесь был ржавый лак так называемый в целом не шато в стрелах ничего нет купил в комиссионке сдал мужик короче отреставрировал прикладные часы вьем деревяшку она была покрыта лаком береза лак где поотлупился начало гнить прям серые такие пятна в древесине даже сейчас видно где сбои были ничего не стал химичить насечка вся в идеале короче способ такой интересный посмотрел в интернете снял все железо деревяшки остались завернулся это дело салфетки бумажные потом тряпкой залил все это дело ацетоном да ацетоном растворителем замотал в пакет целлофановый и оставил примерно на четыре часа через четыре часа тряпкой просто весь лак убрал кое-где он остался его маленько там пластиковым шпателем подковырял получилось ружье идеально снялся лак потом покрыл его морилкой орех купил ну какая была особо цветом не парился потому что мне главное было деревяки спасти но получилось вот так на раз прошел морилкой орех и покрыл двойным слоем масло текурила специальное масло по дереву почему масло потому что деревяка изначально под лаком условиях охоты где-то ходишь она вечно мокнет там это лак где треснул даже в микро трещина появилась туда попадает влага дерево разбухает его пучит и потом начинают хоть и отслоение лака и все тому подобное гниение начинать когда же пропитана маслом получается даже масло ты все обшорку ну для так планирую два раза за сезон обрабатывать то есть весенний сезон прошел для деревяку взял маслом покрыл масло пропиталась все как новенькая также 8 сезон охотился зимой покрыл поставил всех что ли вот так вот классно мне все вышло сейчас башню с рулья уже сели не взял такой вот красавец сразу же прилетел только уток высадил вот тут как тут селезень одиночка в чем плюс охоты с двухстволкой но вообще горизонталка вертикалка у меня всегда были горизонталки изначально отец h27 не давал на это ним недолго пару лет ходил потом у меня купил горизонталку и я с тех пор с горизонталками классика это мой любимый жанр очень мне нравится я к этим ружин привык у двухстволки всегда есть выбор стрельнуть на близкую дистанцию и стрельнуть на дальнюю в мц-шки же у меня такого выбора не было она лупит кучей на дальней дистанции там приходилось играть патронами более слабый заряд там очень много всего либо более мощность на длинной дистанции здесь выбор есть селезень сел рядом хлопнул правого ствола селезень сел далеко хлопнул с левого контейнером также новый ремень купил тоже такой старину ладно сидим охотимся ждем прилетов надеюсь михал еще не добудет а то он два года у меня утра кормит еще ни одного селезня не попробовал на зубок